Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сыгравшего огромную роль в становлении независимого Азербайджана и внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджанской государственности. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхон Байрамов встретился с верховным представителем Европейского Союза Жозефом Боррелем. В ходе встречи в Брюсселе были обсуждены двусторонние отношения между Евросоюзом и Азербайджаном, в том числе в рамках Восточного партнерства. Верховный суд Индии признал законным решение правительства 2019 года лишить регион Джаму и Кашмир особого статуса. Принадлежность этой территории оспаривают Китай, Пакистан и местные политические силы. Решение суда предполагает, что регион должен получить статус полноценного штата в составе индийского государства. Проекты и стратегические документы Азербайджана открывают хорошие возможности для создания надежной платформы для зеленой инициативы. В центре внимания сокращение выбросов в атмосферу зеленой и альтернативная энергетика. Об этом заявил министр экологии Мухтар Бабаев, говоря о готовности страны принять очередную климатическую конференцию ООН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в официальных аккаунтах в социальных сетях фотопубликации, посвященной общенациональному лидеру азербайджанского народа Кейдару Алиеву. Первый вице-президент страны Мегрибан Алиева также поделилась на официальной странице в Instagram публикации в связи с Днем памяти великого лидера Кейдара Алиева. В публикации говорится. Гейдар Алиев. Помним, любим, чтим. Сильная и независимая страна. Активный участница и инициатор целого ряда проектов глобального масштаба. Сегодня Азербайджан завоевал авторитет на международной площадке как стабильное и авторитетное государство, диктующее повестку не только в регионе, но и за его пределами. Успехи республики неразрывно связаны с именем общенационального лидера азербайджанского народа Кейдара Алиева. Им была проведена значительная работа по укреплению идеологии азербайджанства, повышению национального духа, национально-духовного самосознания, культуры, возвращению народу его исторической памяти. Стратегия внутренней и внешней политики Азербайджана, в настоящее время воспринимаемая международным сообществом как неоценимые успехи страны, в частности социально-экономическое развитие, является плодом непоколебимых усилий общенационального лидера азербайджанского народа Кейдара Алиева. Пробуждение национального самосознания и развитие экономики составляют основное содержание этого периода. Эпоха Кейдара Алиева стала золотым периодом истории, культуры, науки, образования Азербайджана. В 93-м году, когда он, можно сказать, спас Азербайджан от неминуемого развала, потому что те процессы, которые происходили в то время, именно народ понял, что только Кейдар Алиев может спасти страну, эта сильная личность может, как говорится, решить все проблемы стоящие. В то время они были настолько сложными, и он сделал, на самом деле, очень много серьезных шагов. Он мобилизовал общество, хотя были очень серьезные вызовы внутри общества, вне пределов нашего государства. Но все поэтапно это было, как говорится, именно мастерски нейтрализовано. Советский этап власти общенационального лидера был периодом большого созидания в общественно-политической, экономической и культурной жизни страны. Не случайно, что архитектором и созидателем современного и независимого Азербайджана называют именно Гейдара Алиева. С избранием его первым секретарем, руководителем нашей страны, республики, в то время Азербайджан стал сразу же входить в число передовых республик бывшего Советского Союза, во всех показателях, и особенно в сельском хозяйстве. У нас была страна аграрная, у нас был серьезный рост производства во многим отраслям. Он привлекал очень серьезные инвестиции для открытия крупных производственных объединений в Азербайджане. И вот тогда уже Азербайджан почувствовал, и вот тогда Азербайджан помнил, что именно этот человек возродил Азербайджанскую республику в Советском Союзе, его любовь к народу. Он понимал, что азербайджанский народ должен жить достойно, потому что он знал и любил этот народ. В 1991 году Азербайджан стал независимым государством. В первые годы жизни в новом статусе республика столкнулась с многочисленными угрозами и прошла тяжелые испытания. Внутренние раздоры, произвол и некомпетентность в государственном управлении, тяжелый политический и экономический кризис привели страну к порогу гражданской войны, поставив под вопрос ее дальнейшую судьбу. Именно в столь непростых условиях азербайджанские земли были оккупированы вооруженными силами Армении, а сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных земель. Все эти негативные события на фоне ухудшающегося с каждым днем социального положения населения обусловили потребность в лидере, который сумел бы спасти страну, находившуюся на грани, и повести народ за собой. Самая большая заслуга в истории Гейдара Алиева заключается в том, что он спас нашу государственность. А спасение азербайджанской государственности – это и есть спасение нашей независимости, нашего суверенитета, нашей свободы. И в целом это называется, как мы всегда говорим, период национального возрождения, периодом национального спасения. Благодаря Гейдару Алиевичу Азербайджан как независимое государство развивается. И сегодня благо, что эта политика продолжается на высоком уровне благодаря нашему президенту, уважаемому президенту Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Благодаря мудрой политике и решительности Гейдара Алиева Азербайджан за короткий срок смог преодолеть угрозы, был положен конец вооруженному противостоянию в Карабахе. С этого момента были предприняты и решительные шаги по укреплению государственной независимости. Азербайджан начал проводить независимую ни от какой страны или международной державы самостоятельную политику. Были поставлены такие важные задачи, как общественно-политическая стабильность, экономическое развитие и сильная экономика, реформы и строительство современного общества, формирование современной и сильной армии, восстановление суверенитета и территориальной целостности. И вот сегодня главная мечта общенационального лидера воплощена в жизнь. Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации. Историческая справедливость восторжествовала. То, что сегодня мы живем в условиях стабильности, в условиях победы Азербайджана, возвращения наших исконно-исконно-исторических земель, это тоже есть победа идей Гейдара Алиева. Это тоже есть продолжение той политики, того мудрого политического курса, который был заложен нашим общенациональным лидером. Сегодня на всей территории Азербайджана гордо развивается триколор страны. Историческая победа в 44-дневной войне является логическим результатом завещанной Гейдаром Алиевым национальной стратегии развития политико-идеологической преемственности. Благодаря решительным, уверенным и продуманным решениям общенационального лидера современный Азербайджан под руководством президента Эльхама Алиева стал важным актором в конфигурации международных отношений, движущей силой стабильности и развития в регионе. Эльнар Алиева, Розафатахов, CBC. Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание молодежи, ее участие в общественно-политической жизни страны, создании условий для формирования молодого поколения как достойных граждан. Эту тему мы продолжим с гостей. К студии подключается Гюльзар Габибова, член общественного объединения Ир-Али. Доброе утро, Гюльзар Ханам. Доброе утро. Итак, Гюльзар Ханам, как бы вы определили основные направления молодежной политики Гейдара Алиева? Какие программы были осуществлены в рамках молодежной политики? Благодарю за вопросы. Сейчас я постараюсь на них кратко, но четко ответить. Молодежная политика Гейдара Алиева была ориентирована на образование, развитие предпринимательства среди молодежи и их активное участие в общественной жизни. Он ставил перед собой задачи в поддержке молодых людей через создание образовательных программ, стимулирование предпринимательской активности среди молодежи и формирование их активных гражданской позиций. Также по поводу осуществленных программ в рамках молодежной политики. В рамках молодежной политики Гейдара Алиева было осуществлено множество программ, направленных на поддержку молодых предпринимателей, создание условий для качественного образования и развития спорта среди молодежи. Это включало в себя финансовую и информационную поддержку будущих предпринимателей, расширение доступа к высшему образованию и поддержку молодых спортсменов в профессиональной карьере. Как и на данный момент, мы видим, что наш спорт, медицина, образование, они выходят за пределы нашей страны. И это все благодаря данной политике. Кюльзарханам, также знаменательная дата для молодежи, это 2 февраля, она была учреждена в период правления общенационального лидера. Какова значимость первого молодежного форума в этом контексте? Что касается именно даты 2 февраля, для меня это особое значение, так как являясь одним из самых продвинутых молодежных представителей нашей страны, я имела возможность просто поднять эту тему каждый год. И что я скажу по поводу данной даты? Учреждение первого молодежного форума 2 февраля имеет особую незаменимую значимость в контексте признания важности активного участия молодежи в формировании общества и принятия ключевых решений. Это событие, я так скажу, стало важным шагом в мобилизации и в позитивном влиянии молодежи на общественные процессы страны, что является также примером для других членов молодежи. Итак, политика Гейдара Алиева сегодня продолжается президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как наследие общенационального лидера продолжается сегодня? Сегодня под руководством нашего президента Ильхама Алиева политика, которая начата была Гейдара Алиевым, как вы и сказали, продолжается, что свидетельствует о событий-то долгосрочной ориентации на развитие и поддержку молодежи в нашей стране. И это действительно так. Это подтверждает последовательность планирования и реализации программ направленных на поддержку молодежи, а также их успешную реализацию. Также я хотела бы добавить пару слов о достижении молодежи за время правления Гейдара Алиева. Если, конечно же, вы разрешите мне это сделать, я добавлю примерно пару слов. За время правления Гейдара Алиева молодежь, благодаря его политике, достигла значительных успехов в области обучения, предпринимательства и спорта. Молодежь получила возможность для себя реализации, даже сказать, больше возможностей, чем было. Участие во внутренних и международных программах, обмена и развитии. На данный момент также мы имеем огромную возможность реализоваться не только внутри страны, но и за пределами страны. В год Гейдар Алиева Азербайджан восстановил свой суверенитет над всей своей территорией. Этот факт несет особую символику, ведь освобождение исконных азербайджанских земель было приоритетным вопросом для общенационального лидера. Какова важность этого события для азербайджанских граждан и азербайджанской молодежи в частности? Какова важность, скажу. Мне на данный момент 25, но с самого своего рождения я слышала, что наши земли являются под оккупацией. Для нас это огромная честь на данный момент оговорить, что исполненные внижающие машины государства земли уже в наших руках. Естественно, мы гордимся этим, и это все благодаря нашему государству и нашей молодежи, которая воевала на фронте ради того, чтобы приобрести эти земли обратно. Естественно, мы гордимся, что на данный момент мы с гордостью можем говорить о наших землях и о том, что мы наконец-то вернули. Благодарю вас, Гюльзар Ханнам. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо. И вам спасибо. Благодарю. Всего доброго. Напомню, что на прямом подключении со студии была Гюльзар Габибова, член общественного объединения Ир-Али. А мы продолжаем. Азербайджан высоко ценит посреднические усилия президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в процессе нормализации Азербайджана-армянских отношений. Тем не менее, предвзятые заявления некоторых чиновников ЕС подрывают роль беспристрастного посредника Евросоюза в указанном процессе. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Азербайджана Чейхун Байрамов в ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Глава МИД Азербайджана отметил, что установление добрососедских отношений с Арменией, основанных на взаимном уважении, суверенитете и территориальной целостности, является единственным путем к миру, стабильности и спокойствию на Южном Кавказе. В ходе встречи также были обсуждены двусторонние отношения между Баку и Брюсселем и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Также в ходе визита министр иностранных дел Азербайджана выступил на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства. Глава МИД подчеркнул, что польза, которую Баку и Ереван могут получить в результате нормализации отношений, не должна приноситься в жертву недальновидным геополитическим манипуляциям. Говоря о равном и справедливом мире, Джейхун Байрамов в очередной раз призвал Армению к работе на двусторонней основе, либо при посредничестве третьей страны. Но страна-посредник должна быть беспристрастной и нейтральной. Министр упомянул в своем выступлении и мониторинговую миссию ЕС в Армении, назвав ее инструментом пропаганды против Азербайджана, добавив, что она не смогла достичь заявленных целей по содействию региональной стабильности и укреплению доверия между двумя странами. Также накануне в рамках визита в Брюссель глава МИД Азербайджана провел встречу с министром иностранных дел и европейских дел Словении Таней Фаен. Стороны подчеркнули важность политического диалога между двумя странами с точки зрения развития двусторонних отношений. Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, постконфликтных реалиях, факторах, обуславливающих антитеррористические мероприятия локального характера, реализованные азербайджанской стороной в сентябре этого года, а также процессе нормализации отношений. Верховный суд Индии заявил об отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир. Решение, одобренное парламентом в 2019 году, было проведено в соответствии с Конституцией страны. Премьер-министр Нарендра Моди назвал историческим решение Верховного суда касательно данного региона. Председатель Верховного суда Индии Джананджая Ешвант Чандрачуд заявил об отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир. Судьи согласились с доводами правительства, что статья Конституции, которая наделяла территории специальным статусом, была временным положением. По данным индийских СМИ, решение Нью-Делю празднить особый статус Джаммы и Кашмира не может быть оспорено юридическими методами в Индии. В связи с оглашением решения Верховного суда в регионе действуют усиленные меры безопасности. В частности, в Сринагаре установлены дополнительные блокпосты. Полиция проводит выборочный осмотр автомобилей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, комментируя данные решения Верховного суда страны, назвал его историческим. Сегодняшнее решение Верховного суда по отмене статьи 370 является историческим и с конституционной точки зрения поддерживает решение парламента от 5 августа 2019 года. Это громогласная декларация надежды, прогресса и единства для наших сестёр и братьев в Джамму и Кашмире. Суд в своей дальновидной мудрости укрепил фундамент того единства, которое мы, как индийцы, чтим и которым дорожим превыше всего. Сегодняшнее решение – это не просто судебное постановление, это луч надежды, обещание лучшего будущего, свидетельство нашей общей решимости строить сильную и более единую Индию. Между тем, глава МИД Пакистана Джали Лаббас Джалани заявил, что Верховный суд Индии не имеет права принимать решение о статусе Кашмира. По его словам, Пакистан не признаёт верховенство Конституции Индии над Джамму и Кашмиром, добавив, что любое решение относительно этой территории на основе Конституции Индии не имеет юридического значения. Индия не имеет права принимать односторонние решения по статусу этой спорной территории, вопреки воле народа Кашмира и Пакистана. Окончательное решение проблемы этого региона должно быть принято в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, в повестке которого она находится более 70-летий и с чаяниями народа Кашмира. В 2019 году правительство Индии объявило решение упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. Была отменена статья 370 Конституции. Которая наделяла данный регион особым статусом. До поправок в Конституции Индии Джамму и Кашмир обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством, должны были проходить одобрение Ассамблеи штата. Джамму и Кашмир имел свой флаг. Несколько других преимуществ. Отмена особого статуса региона в 2019 году привела к ухудшению отношений между Индией и Пакистаном. Кашмир остается предметом спора между двумя странами с 1947 года, когда Брезиданская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за этой территории в 1947 и 1965 годах вспыхивали индо-пакистанские войны. В настоящее время в Кашмире нет государственной границы. Его территорию разделяет линия контроля, на которой сохраняется военная напряженность. Парламент Польши вынес вотом недоверие правительству премьер-министра Матеуша Моровецкого. В голосовании участвовало 456 депутатов. За вотом доверия выступили 190 членов Сейма, против 266. В основном противниками стали депутаты от оппозиционной коалиции, которая по итогам октябрьских выборов получила в парламенте большинство. Теперь инициатива по выбору нового премьер-министра и членов правительства приходит к Нижней Палате парламента. У оппозиции уже есть кандидат. Это лидер гражданской коалиции Дональд Туск. Выборы в парламент состоялись в Польше 15 октября. После выборов польский президент Анджей Дуда принял отставку прошлого правительства и распорядился сформировать новый Кабмин. Выполнить обязательную после завершения парламентских выборов процедуру президент поручил переизбранному премьеру Матеушу Моровецкому. Теперь же мы переходим к экономическим новостям. Итак, основной темой является подтверждение о том, что Азербайджан примет КОП-29. Об этом нам расскажет Анастасия Панарина. Итак, насколько готова страна к проведению этого мероприятия и какие будут основные вопросы на повестке? Здравствуй, Лейли. Конечно же, это важное событие. И Азербайджан, он осознает важность координированного, глобально реагирования на изменение климата, как было заявлено как раз таки. Я думаю, это большой шанс показать, как наша страна готова. И, конечно же, зеленая энергетика немаловажная. Но более подробно, конечно же, в рубрике «Финтаймс» Ну что ж, Азербайджан официально готов принять КОП-29. Страна является подходящей площадкой для проведения КОП-29 и решения насущных проблем текущего времени. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на пленарном заседании заключительной сессии КОП-28. По его словам, Азербайджан осознает важность координированного глобального реагирования на изменение климата. Вызовы, с которыми сталкивается мир, требуют коллективных действий и приверженности общим согласованным целям и стремлениям Азербайджана. И Азербайджан, в свою очередь, понимает важность коллективных усилий по борьбе с изменением климата. Я рад объявить о стремлении Азербайджана провести КОП-29 в Баку в 2024 году. Азербайджан с его богатым культурным наследием и динамичной энергией станет подходящей площадкой, чтобы мировое сообщество снова собралось вместе для решения насущных проблем нашего времени. Ценная поддержка со стороны группы стран еще раз отражает общую приверженность объединению наших усилий по борьбе с изменением климата и построению лучшего будущего для всех. Наша приверженность устойчивому развитию – это не просто обещание, а реальность, отраженная в национальной политике и деятельности. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – одно из самых больших мероприятий по климатической тематике. И это большой шанс для Азербайджана и региона в целом. Возможность для страны продемонстрировать свою повестку на этот счет, добавил министр Мухтар Бабаев. Он также рассказал, что президент Азербайджан Альхам Алиев является инициатором таких направлений работы в стране, как создание зеленых энергетических коридоров, зеленых зон, применение новых технологий, имплементация зеленых проектов на освобожденных территориях. И поэтому Азербайджан должен серьезно готовиться к КОП-29 по зеленому контенту. У нас есть что сказать, у нас есть что продемонстрировать миру и все те проекты, которые уже в Азербайджане начаты, и стратегические документы, которые подписаны руководством страны, которые приняты государством на ближайшую перспективу, и национальные приоритеты, которые до 2030 года были приняты, они все дают достаточно большие фундаментальные основания двигаться в этом направлении, используют большие возможности для создания серьезной платформы для зеленых инициатив. И это, конечно же, одно из самых больших направлений, это сокращение выбросов в атмосферу, заглашение эмиссии, это зеленая энергетика, альтернативная энергетика, эти процессы у нас очень активно сейчас идут. Я надеюсь, что мы сможем выполнить взятые на себя обязательства. В рамках пленарного заседания заключительной сессии 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата принят итоговый документ. Об этом заявил президент КОП-28, глава национальной нефтяной компании Абудаби Султан Аль-Джабер, который призвал принять самое амбициозное решение по ископаемому топливу. По его словам, мир должен добиться результата, который будет соответствовать науке и удерживать глобальное потепление в пределах цели в 1,5 градуса по Цельсию. Однако уже сейчас, по словам Аль-Джабера, мир добился значительного прогресса на КОП-28. Более того, значительный вклад в борьбу с изменением климата внесли за последние две недели негосударственные субъекты. В частности, Всемирный банк увеличивает ежегодное финансирование целевых проектов. «Еще не закончили». Работа участников реального сектора экономики и постоянное лидерство со стороны ведущих игроков высокого уровня будут иметь решающее значение для достижения хороших результатов и обеспечения решительного настроя на действия. «Все мировое общество стремится к тому, чтобы продвигать результаты КОП-28 и превращать их в ощутимый прогресс. Интеграция наших глобальных целей в области климата и природы, а также действий и финансовых обязательств для сектора продовольствия – все это в сочетании с новыми обещаниями сторон и принятыми ими обязательствами повышает наши амбиции». Накануне секретариат Рамочной конвенции об изменении климата опубликовал новый проект итогового документа КОП-28. Он не включает положение о поэтапном отказе от ископаемого топлива. Ключевой раздел проекта содержит формулировку, которая предполагает сокращение как потребления, так и производства ископаемого топлива упорядоченным и равноправным образом. Ожидается, что это поможет достичь углеродной нейтральности примерно к 2050 году в соответствии с научными данными. Однако глава МИД Германии Аннабелла Бербек выразила разочарование новым проектом итогового документа КОП-28 и заявила, что некоторые элементы неприемлемы для Евросоюза. В целом документ недостаточен. Важные элементы для нас, как участников Европейского Союза, неприемлемы. Мы не можем поддержать этот текст, который является неэффективным и вызывает разочарование. Особенно это касается пассажа по традиционным источникам энергии, который даёт понять, что они и впредь могут играть важную роль. Но в эту критическую декаду мы должны как можно скорее отказаться от ископаемого топлива. Этот аспект отсутствует в проекте текста. Также недостаточно проработаны формулировки, касающиеся использования угля. Их можно интерпретировать как разрешение на строительство новых угольных электростанций. А это посылает неверный сигнал миру и нашей экономике. В тексте также нет конкретных инструментов для реализации целей, направленных на удержание глобального потепления в рамках полутора градусов, полагает Бербек. И в нём нет конкретных инструментов, которые нужны для реализации необходимого энергетического перехода, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке. Возвращающие возможности сотрудничества в энергетической сфере обсудили президент государственной нефтяной компанией Азербайджана Ровшан-Наджав и делегации одного из крупнейших банковских холдингов Японии финансовой группы Мизоха. На встрече было выражено удовлетворение долгосрочной эффективной деятельностью японских компаний в Азербайджане. Подчеркнуто и успешное развитие сотрудничества между Сукарой и банком Мизоха. Была также представлена информация о долгосрочных корпоративных целях Сукар. В частности, речь шла о таких направлениях деятельности, как энергетический переход, цифровизация, инновации и устойчивость бизнеса. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Экономическая независимость Азербайджана сегодня – это результат взвешенной политики по развитию страны. Начало этому процессу было положено общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Важную роль в достижении поставленных целей сыграла нефтяная стратегия руководства страны. Стратегия строительства суверенного государства, помимо задач общественно-политической стабильности и территориальной целостности, в 90-е годы прошлого столетия включала экономическое развитие и интеграцию в систему международных отношений. Для превращения независимого Азербайджана в современную, сильную, обладающую устойчивым развитием экономики страну, общенациональный лидер Гейдар Алиев определил нефтяную стратегию. Она стала основой коренной трансформации и реформ. Иностранные инвесторы были привлечены к разработке углеводородных месторождений Азербайджана. Диверсифицированы маршруты транспортировки черного золота. Эффективно распределялись нефтяные доходы. Азербайджан вступил в новый этап развития. На основе этого договора мы тесно объединяемся и приступаем к большому сотрудничеству. И я не сомневаюсь, что сотрудничество наше будет успешным. Азербайджан, как хозяин своей судьбы и своих богатств, благодаря этому сотрудничеству, в мировом экономическом сообществе займет свое достойное место. Заключенные с несколькими транснациональными компаниями соглашения по освоению блока месторождений Азеричи Рак-Генашли, а затем и реализация важных международных энергетических проектов, таких как нефтепровод Баку-Тбилеси-Джайхан, идея Южного газового коридора и Великого шелкового пути сделали Азербайджан надежным посредником между Востоком и Западом. Контракт Века положил начало другим соглашениям в сфере энергетики. Контрактом Века великий лидер Гейдер Алиев продвинул Азербайджан на 10-15 лет вперед. Он добился развития нефтяной промышленности Азербайджана. Весь мир считает, что это договор-легенда 20-го и 21-го века. Контракт Века – это контракт Гейдер Алиева. Данное соглашение знаменовало собой начало политики открытых дверей для иностранных компаний. Это был первый международный нефтяной контракт, подписанный Азербайджанской республикой, который по своему историческому значению и стратегической сути, рассчитанной на далекое будущее, занял достойное место в летописи нашей государственной независимости. Фактически энергетическая стратегия легла в основу будущего сотрудничества в Евразийском регионе. Экспорт азербайджанского газа стал важным фактором обеспечения энергетической безопасности континента. В ближайшие годы поставки в этом направлении будут увеличены до 20 миллиардов кубометров в год. А начало было положено в 1996 году подписанием соглашения по газовому месторождению Шахденес. Благодаря международному сотрудничеству стало возможным строительство энергетической магистрали Баку-Тбилиси-Эр-Зурум и создание южного газового коридора. Залог независимости Азербайджана общенациональный лидер видел в различных общественно-политических формациях, прежде всего в энергетической безопасности и избавлении от энергетической зависимости. Сегодня глобальный энергокризис, энергетическая независимость становится вопросом номер один в повестке дня ведущих стран мира. А стратегическое положение Азербайджана в этой турбулентности как поставщика энергоносителей и усиление этой роли еще раз подтверждает, что взгляды Гейдара Алиева на энергетическую безопасность опережают время. Стратегия Гейдара Алиева была успешно реализована. Азербайджан пережил политический и экономический кризис, укрепил свою независимость и государственность. Страна в очень короткие сроки заняла достойное место на международной арене. Самира Рзаева, CBC. С Россией обсужден вопрос завершения строительства железной дороги Рештастара, составляющей основу международного транспортного коридора «Север-Юг». Об этом заявил накануне министр дорог и городского развития Ирана Мерхдад Берзпаш. По его словам, Россия уже ведет торговые отношения со странами Персидского залива, используя территорию Ирана в качестве транзитной. В этом году грузопотока из России в страны залива увеличился на 30%. Министр подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию участка Рештастара, железные дороги Газвина-Рештастара вырастут как двухсторонние торговые отношения, так и транзитные перевозки. Доставка грузов из порта Бендера-Аббас в Россию будет занимать 20 дней. До запуска проекта коридора «Север-Юг» этот путь занимал 49 дней. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. Ну а подробнее о политике и о других культурных новостях в столице расскажет моя коллега Лили Гусейнли. Лили. Благодарю, Анастасия. Мы продолжим как раз-таки наши новости сведениями о том, что происходит в мире культуры. А я напомню, что о экономических новостях рассказала моя коллега Анастасия Панарина. Итак, мы продолжаем. В Баку открылась фотовыставка, организованная представительством ЕС в Азербайджане совместно с посольствами стран Евросоюза, посвященная замкам Старого Света. В экспозиции представлены снимки легендарных замков, сохранившихся по сей день на территории Европы. Фотовыставка стала началом фестиваля культурного наследия «Фантаз ИЮ», который представительство Евросоюза в Азербайджане проводит ежегодно. Его цель – продемонстрировать культурные связи Европы и Азербайджана, а также показать разнообразие европейского культурного наследия. Помимо фотовыставок, в рамках фестиваля на различных площадках проходят концерты, литературные вечера, семинары и кинопоказы. В этом году фестиваль продлится до 19 декабря. Фестиваль фестиваль фестиваль, который хочет нанести визит Словакии, чтобы кроме того, что он нанес визит в Словацкую столицу, чтобы он поехал в регион и посмотреть эти красивые замки. Я знаю, что Азербайджан также обладает очень богатым историческим и культурным наследием. Это касается и замков, и исторических зданий. Сейчас мы находимся в старом городе, где много действительно впечатляющих построек. Такие примеры можно встретить по всему Азербайджану. Это символично. Кооперация в области культуры – важная составляющая нашего крепкого сотрудничества, которое мы строим совместными усилиями. В рамках программы расширения сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства, осуществляемым при поддержке правительства Германии и международных неправительственных организаций, на территории Азербайджана был осуществлен проект «Содействие в вовлечении общества». Целью проекта стала поддержка гражданских инициатив среди молодежи по решению локальных социально-экономических проблем. На мероприятии по случаю награждения участников были представлены инициативы по достижению гендерного равенства, защиты прав животных, доступности образования и поддержке малого бизнеса. В мероприятии приняли участие депутаты парламента Азербайджана, а также представители посольства Германии в Азербайджане. «Начиная с августа нынешнего года мы предоставляем нашим участникам бесплатные курсы по продвижению и управлению социальными проектами. На протяжении всей программы мы объединили участников из Барды, Менгечевира, Уджара, Гедабека и других регионов. На сегодняшний день число участников нашей программы составляет 40 человек, в то время как общее количество бенефициаров достигает 300. Несмотря на то, что наша программа подошла к концу, мы создали платформу для того, чтобы у ребят была возможность продолжить работу над своими проектами». Дорогие телезрители, президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в аллее почетного захоронения. Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера, прозвучал государственный гимн Азербайджана. Глава государства возложил цветы к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифа Алиевой. Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. На их могилы возложены цветы. Подробности в следующих выпусках новостей. А это были все новости к этому часу. С вами была я, Лили Гусейнли. Всего доброго, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok